привет из беларуси позднее черенкование это у меня черенки бегония латиор от 29 октября я тогда обрезала свою бегонию латиор ну и заодно материала было много все оставила на черенки прошел месяц вот смотрите что получается я уж сильно отряхивать не буду скорее всего не все так хорошо укоренились но пора уже на собственные квартиры отправить такие черенки надо сказать что бегония латиор укореняется неплохо и поздно осенью ну вот на этой совсем тут один корешок но уже держать не буду в перлите больше мне нравится укоренение в перлите вот для меня это получился очень хороший способ вот видите есть корни все таки и этим способом для бегония я пользуюсь что касается позднего черенкования то вы наверное прекрасно знаете что осенью растения засыпают и уже черенкование проходит не совсем успешно вот кто пробовала позднее черенкование а это я еще раз повторю это черенки 29 октября сегодня 29 ноября месяц прошел и уже корни конечно есть на бегонию латиор месяц это довольно много для бегонии потому что обычно идет дней 10 две недели и бегония латиор прекрасно за это время укореняется но поскольку замедляются все процессы то и содержание гормонов различных в растении тоже уменьшается растение не вырабатывает каким-то органом своим гормоны они просто находятся как бы в частях растения три вида таких ну основные три вида гормонов это ауксины они находятся в верхушках растений мы в основном для укоренения берем вот верхушечные черенки они как-то всегда лучше всего укореняются почему потому что именно в верхушках растений и содержится вот эти самые ауксины еще есть значит гибериллины они больше в листах содержится вы знаете что бегонии вот и латиор тоже размножаются листом но размножение проходит уже гораздо медленнее чем из черенка и цитокинина цитокинины они в корнях больше сосредоточены так вот когда настает уже осень и все процессы у нас замедляются то соответственно и содержание гормонов в растениях она тоже понижается поэтому и укоренение идет хуже вот что касается бегонии то здесь как видите еще результат неплохой почему ну я так думаю что от того что бегония ну во многих источниках считается растением короткого дня ну а раз растения короткого дня то она этот короткий день воспринимает не так трагично как все остальные растения и не засыпает в отличие от других да вот не не входит в период покоя то есть бегония латиор она у нас до сих пор растет цветет поэтому и у коренея идет получше а вот сейчас мы с вами рассмотрим пеларгонию плющи листную тоже позднее черенкование ноябрьская и сравним с ранне осенним черенкование вот там результаты будут конечно похуже а вот пеларгония плющи лист на дело обстоит похуже вот это черенки сентябрьские конца сентября 2 ноября уже они были с хорошими корнями я их пересадила смотрите вот они выглядят неплохо да ну видно что растут да есть кое-где пожелтение листа но это такое дело нормальное а вот черенки вот в этом ящике это именно 2 ноября черенковала я смотрите прошло вот 27 дней и уже видно что выжили не все и это вполне нормальная ситуация чтобы вы просто знали что не бывает во все времена прямо стопроцентного черенкования ну это по биологии растений так положено если растение уже вошло в фазу так сказать покоя то черенкование идет хуже ну вот смотрите есть черенки которые уже принялись и пустили хорошие корни вот замечательно уже черенок можно пересаживать и вот допустим видно что черенок пропал совсем и смысла нет его держать ну ничего не получится вот еще один кстати вот вот это и это это один сорт и очень часто так бывает что какой-то сорт выпадает из черенкования это может быть показатель того что сорт заражен то есть ваш маточник уже нездоровый почему я всегда вот и делаю дам молодые маточники всегда стараюсь делать то есть когда мы берем вот видите тоже скорее всего что это не укорениться но есть зеленый лист но это уже вялая верхушка и надежды мало то есть вот смотрите у меня было 15 штук да ну вот сколько осталось вот этот экземпляр не знаю верхушка еще хорошая тут все пожелтело но оставлю на всякий случай вот три я уже выбрасываю но остальные более-менее так вот почему делаю всегда молодые растения вот именно такие растения потом по весне очень хорошо черенкуются потому что когда мы берем старые растения в них уже может находиться и какая-то болезнь и уже гормонов вот этих самых ауксинов у них меньше потому что их верхушечные вот эти черенки они больше закладываются на цветение чем на рост а у молодых растений как раз таки молодые приросты они всегда содержат много вот этих самых гормонов и поэтому зачастую такие черенки от молодых растений они укореняются гораздо лучше чем черенки от старых растений есть у меня такая вот замечательная гвоздика это горшечная гвоздика она не зимует в открытом грунте не знаю правда название сорта но запах у нее прекрасный так вот большой соблазн ее сейчас почеренковать но делать этого я не буду хочу додержать гвоздику хотя бы до января и потом почеренковать некуда пока мне деться с растением да и подсветку я еще свои лампы дна ты не включала вопрос еще был о том подкармливаю ли я черенки нет не подкармливаю вот свежепосаженные они грунт у них свежие этого хватит вполне им до весны тем более что не бывает так что мы взяли удобрения для корней подкормили и выросли у растения только корни нет к сожалению так не бывает если мы подкормим то будет у растения все расти а нам сейчас это не нужно потому что начнется вытягивание междоузли в условиях такого слабого освещения декабря и при том что у нас дни такие туманные солнца нет и конечно света очень мало поэтому подкармливать сейчас не нужно давайте дождемся когда день начнет увеличиваться будет побольше солнечных дней и тогда вполне можно будет подкормить ну а на сегодня у меня все заходите на канал посмотрите видео если понравится подписывайтесь ну а мне пора прощаться до свидания надеюсь до скорого